Не менее активно провели минувшие выходные жители областного центра. Более 500 горожан приняли участие в зеленом марафоне, который проходил в нашем городе впервые. Акция включает в себя два главных задания. Забег участников на дистанцию 4,2 км и посадка деревьев и цветов. Зеленый марафон – мероприятие всероссийского масштаба. Кроме Кирова, в нем приняли участие жители еще 41 города. Как это было у нас? Смотреть в сюжете Екатерины Зубаревой. Спортсмены, молодежь и родители с детьми. Здесь не важен возраст и уровень физической подготовки. Главное – показать в здоровом теле здоровый дух. Желающих поучаствовать в зеленом марафоне и пробежать дистанцию в 4 с лишним километра собралось больше 500 человек. Попробовать свои силы решил и Павел Коширин вместе со своим 4-летним сыном Андреем. Спорт формирует личность. Особенно чем раньше будешь начинать, тем лучше. Тем более здоровье. Не зря ведь, когда произносят тост и поздравляют, когда говорят, главное – здоровье желаю. Вот пришли формировать здоровье. 3, 2, 1. Участникам предстояло пробежать 4 круга по Гагаринскому парку. Те, кто устал, продолжали двигаться пешком, но с дистанции не сходили. Это мероприятие для нашего города – новинка. А вот в России акция прошла уже в третий раз. И то, что число участников с каждым годом растет, лишь доказывает – здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающей среде – это не только правильно, но и модно. Каждый год все больше жителей города Кирова и вообще, в принципе, жителей нашей страны приветствуют здоровый образ жизни. И чем больше будет таких спортивных праздников, таких спортивных мероприятий, тем больше каждый будет вовлечен в эти спортивные мероприятия. Несмотря на то, что для большинства бегунов главной целью было участие, борьба за победу развернулась нешуточная. Однако призовые места, как и в любых соревнованиях, завоевали сильнейшие. Их наградили медалями и ценными подарками. После участники зеленого марафона дружно отправились высаживать цветы на одной из комп в Гагаринском парке. Екатерина Зубарева, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.